Добрый вечер. Итак, это послесловие в новостях. Говорим о безопасности во дворах, на тротуарах и на дорогах. Прокуроры прошлись по улицам города и поняли, что опасность нас подстерегает буквально на каждом шагу. Я представляю вам старшего помощника прокурора Средловской области Марину Канату. Марина Сергеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я понимаю, вы сами тоже ходили в рейд. Действительно ли все так страшно? Да, действительно, прокуратура начала проверку соблюдения требований жилищного законодательства со стороны коммунальных служб, а также организации, которые обслуживают жилой фонд. Мы смотрим, как убирается придомовая территория, а также каким образом и насколько качественно и быстро убирают кровлю и крыши многоквартирных домов от наледей и от сосулек. А дороги, вот сама проезжая часть тоже попадает в Вашу дом? Проезжая часть тоже попадает в поле зрения прокуратуры. Прокуратура города Екатеринбурга практически еженедельно проводит такие проверки. И каждый раз мы сталкиваемся с многочисленными нарушениями в этой сфере. Давайте предложим горожанам, поскольку уже сыпятся и жалобы, и вопросы, предложим присоединяться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 222-0041. Отправляйте, пожалуйста, свои вопросы Марине Сергеевне. Давайте про крыши, про сосульки поговорим, потому что только что был материал в новостях. Кто должен сбивать сосульки, кто должен следить за состоянием крыш? Действующим федеральным законодательством предусмотрено, что отвечает за надлежащую уборку от наледей крыш организация, которая обслуживает жилой дом. Управляющая компания. То есть это либо управляющая компания, либо ТСЖ. Должны, предусмотрены сроки, в течение которых должна организация сбить сосульки. Это незамедлительно. То есть как только они появляются... Сосулька же не появляется за минуту, да? Да, то есть это определенный день-два, в зависимости от того, какая погода на улице. То есть буквально в течение дня, если сосулька наросла, организация, которая обслуживает жилой фонд, должна убрать, ликвидировать. То есть это есть какой-то специалист, который делает обход, смотрит. Да, да. Горожане, сами жильцы могут как-то пожаловаться, дать сигнал? Да, люди, которые проживают в данном доме, могут обратиться в управляющую компанию. Если уже управляющая компания не реагирует на просьбы сбить сосульку, то горожане могут обратиться либо в департамент Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, сказав, что данные управляющих компаний не реагируют на их просьбы по уборке как при домовой территории, так и по уборке крыши от наледи, а также могут обращаться в прокуратуру. Какая ответственность предусмотрена для этих организаций? Предусмотрена административная ответственность. Кодексом об административных правонарушениях установлены неплохие штрафы, достаточно крупный размер штрафов, до 300 тысяч рублей. И руководителю организации грозит даже дисквалификация. То есть его могут лишить должности? Фактически запретят заниматься деятельностью по управлению многоквартирным домом. И более того, если данная управляющая компания достаточно часто попадает в поле зрения правоохранительных органов, либо департамента Государственного жилищного и строительного надзора, то за нарушение лицензионных требований ее могут лишить лицензии, то есть право управления данным многоквартирным домом. Такие прецеденты есть в городе у нас? Пока нет, но это предусмотрено действующим законодательством, и естественно это будет применяться. То есть еще в феврале, и все впереди, еще много, еще снег будет таять. А вот принципиальный момент. Ответственность, которая может быть наложена на эту организацию, так скажем, до происшествия, и не дай бог, если происшествие случится, упадет сосулька на машину, на человека, она разная? Тут от чего зависит? Естественно, она разная. То есть либо вред причинен, если здоровью гражданина, человека, и также, если вред причинен имуществу, то ответственность разная. Если пострадал человек, то предусмотрено вплоть до уголовной ответственности за халатность, и за недлежащую проведенную работу по уборке территории и крыши от наледи. Если вред причинен имуществу, например, сосулька упала на припаркованную рядом машину, то уже собственник данного автомобиля может через суд потребовать, возместить ее причиненный ущерб. Ну тут как минимум совет, наверное, который может быть самый простой, смотреть наверх, да, прежде чем парковать машину и выходить, но хотя здесь подстраховаться иногда бывает очень сложно. Давайте очень коротко. Состояние дорог, вот проезжей части, как вы оценили? Очень много нареканий. В зависимости от разных, конечно, разных участков, по-разному убираются. Колея в основном? Колея, есть колейность, есть просто неубранная территория, неубранные участки. А вы знаете, что в соответствии с законодательством дороги должны быть убраны не позднее шести часов после прохождения снегопада. То есть вот эти сроки, они у нас повсеместно нарушаются. Бывает так, что и в течение двух-трех суток снег не вывезен, он на дорогах, просто на дорогах каша, и людям трудно проходить как по каким-то пешеходным переходам, так и проходить улицы. Тоже ответственность, да, получается. Давайте пытаться успевать отвечать на вопросы. Надежда Валентиновна предлагает сменить график уборки. То есть утром все заморожено, было бы удобнее начинать, наверное, коммунальщикам вечером чистить. Управляющая компания Чкаловская в течение двухнедельно убирала это жалобы УК Дом. Наверное, это как сигнал, потому что жалобы-то однотипные получаются. В течение трех дней не убирают управляющая компания. Ну, понятно, что тут вот даже проводка страдает каким-то образом. То есть ситуация-то нетипичная иногда получается. Космонавтов 49 невозможно пройти. Подъездом Самарская 63 тоже не чистится. Кишиневская, все тротуары заледеневшие. Кто должен сбивать сосульки в образовательных учреждениях? Люди, которым это поручено. То есть это представители школы, образовательного учреждения, либо это там специальный сотрудник. Так, Сиреневая 11, не все адреса даже не понимают, где районы, но похоже это по всему городу. Вот управляющая компания Стандарт ничего не делает, почищена дорога по тротуару вдоль дороги, по краям большие горы, все во льду. Про вывоз снега давайте скажем, это тоже задача управляющей компании? Это тоже задача управляющей компании. В течение нескольких дней, то есть именно вывоз снега относится уже не к первоочередной задаче, а к последующей. И вывоз снега должен осуществляться в течение нескольких дней. А кто определяет периметр, который, жалуется, например, возле крылечка почистили, а через метр уже все, утопаешь снегу? Каждая придомовая территория, она размежевана. И за придомовую территорию у нас отвечают управляющие компании. Каждая управляющая организация знает, что относится к ее территории. То есть там они должны убирать не только крылечко, но и, соответственно, детскую площадку, либо иной участок, который, например, парковка, все, что относится к придомовой территории конкретного дома. И вот был вопрос, что касалось изменения времени уборки, то по законодательству уборка улиц и пешеходных дорожек от снега должна осуществляться в ночное время до 7 часов утра. Это как раз для того, чтобы горожане, идя утром на работу, могли свободно передвигаться. Ну, в общем-то, да, логично. Ну, так, жалобы. А, разные виды организации. Тут тоже называют паспортный стол. То есть тут надо смотреть принадлежность организации к какой-то структуре. Да, да. То есть, естественно, кто обслуживает данное здание, если это уже не многоквартирный дом, а уже какое-то здание, то та организация, которая его обслуживает, должна проводить действия по уборке как придомовой территории, так и по уборке крыши от наледи. Ну, и последнее, Марина Сергеевна, вопросов, конечно, много и жалоб мы вам все передадим. Да. Сейчас давайте посоветуем горожанам, что делать, если жаловались, жаловались, обращались, обращались, управляющие компании бездействуют. Еще раз повторю, что всем горожанам советую обращаться в Департамент Государственного жилищного и строительного надзора и также в прокуратуру Свердловской области, либо в территориальные прокуратуры, где конкретно проживают люди и где имеются нарушения их жилищных прав. Спасибо огромное. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова была в нашей студии. Спасибо и до новых встреч.